Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, нет такого человека, который не любил бы хрустящий свежий багет. А если еще с начинкой, то это вдвойне вкуснее. Итак, готовим запеканку. Я взяла 250 грамм шампиньонов, лук, сладкий перец и кабачок. Чеснок понадобится чуть позже. Чтобы не занимать ваше время, продукты я подготовила за кадром. Нарезала кубиками. Шампиньоны жарю на растительном масле, пока не солю. И жарю до момента, пока они немного уменьшатся в размере. Когда грибы уменьшились в размере, добавляю соль. Далее в сковороду с маслом помещаю оставшиеся овощи и жарю. В конце приготовления приправляю солью. В миску к грибам добавляю овощи, перемешиваю и оставляю, чтобы они немножко остыли. Багет я разрезала на две части. И теперь нарезаю на кусочки длиной где-то 5-6 сантиметров. Затем острым ножом вырезаю серединку. Не переживайте, ее выбрасывать не нужно. Можно нарезать кубиками, подсушить на сковороде с чесночком. Или в духовке. И будут вкусные гренки. Можно также перемолоть на панировочные сухари. К остывшим овощам добавляю тертый сыр. Перемешиваю. Пробую на вкус. Приправляю солью. Можно добавить немножко чесночка, если хотите. В мисочке растопленное сливочное масло. Добавляю чеснок, пропущенный через пресс. Можно посолить, но у меня масло соленое. И теперь каждую заготовку щедро смазываю этой смесью. Внутри, снаружи. Наполняю заготовки начинкой с обеих сторон. Хорошенечко прижимаю, чтобы начинки поместилось много. Сверху посыпаю тертым сыром. И запекаю в духовке при температуре 190 градусов в течение 20 минут. И вот такая вкусная хрустящая закуска получилась. Рецепт очень простой и легкий. Начинку можно варьировать по вашему вкусу. Такую запеканку можно подать и на ужин, и на перекус. И взять с собой на работу. Благодарю, что смотрели мое видео. Надеюсь, оно было вам полезным. Если так, то поделитесь этим рецептом со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Желаю вам всего самого доброго, прекрасного настроения. И до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!